С праздником Святой Троицы! Приветствую вас, дорогие братья и сёстры, друзья! Пророк Исаия в 53 главе своего пророчества говорит, что Он, Христос, тогда грядущий, был изъязвлен за грехи наши, что Он взял на Себя, на Свои плечи немощи наши, и что язвами Его, ранами Его мы исцелились. И здесь меня не перестают вдохновлять и одновременно поражать по своей глубине размышления митрополита Антония Суржского, на которые я и хочу опереться в своей сегодняшней передаче. Ведь когда мы думаем о Христе Воскреш, являющемся своим ученикам, дающим им осязать свои руки, призывающим Фому Апостола испытать реальность и глубину ран, которыми изъязвлены Его руки, ноги и бок, часто мы упускаем из вида главное. Мы забываем, что вознесшийся Христос вознесся с изъязвленной, раненной нашим грехом своей плотью. И что каким-то непостижимым образом не только воскресший, но и вознесшийся Христос, вступивший в славу Божию, сидящий одесную Бога и Отца, несет на своей человеческой плоти раны, которые ему нанесены человеческим грехом. Он все еще несет на своих плечах человеческую немощь. Вот почему и воскресение Христово, и страшная страстная седмица сейчас как бы включены в тайну Триединого Бога, Святой Троицы, непостижимой, великой. «Вся скорбь земли, вся боль, весь ужас легли на Христа, и Он не сбросил их ни воскресением, ни вознесением Своим в славе. Христос остается агнцем Божьим, закланным до сотворения мира, за спасение мира». И когда Он посылает в День Пятидесятницы, тот день, который мы празднуем сегодня, как День Святой Троицы, когда Он посылает Своего Духа на учеников, на апостолов, на Церковь, на мир весь, Он посылает Его нам как двояка. С одной стороны, мы — тело Христово, живое, трепетное, измученное и изъязвленное за тысячелетия тело Христово. По слову апостола Павла, тело, носящее на себе раны Спасителя, восполняющее в себе то, чего недоставало из земной скорби и телесному страданию Христа. Из столетия в столетие Церковь призвана быть телом Христовым, ломимым в спасение человечества. И мы, как это тело, как бы мы ни были не достойны этого, потому только, что мы Христовы, потому, что мы Церковь, мы приобщены этому дару Святого Духа. Но Дух Святый сходит на нас не только потому, что мы уже непостижимым образом соединены со Христом, а и потому, что мы немощны, что мы порой бессильны, мы греховны. И только сила Божия, совершающаяся в немощи человеческой, может нас спасти. Получаем мы Духа Святого не только как тело Христово, но порознь и вместе, как грешное общество и как грешники. Грешники, отчаянно нуждающиеся в силе Божией для нашего спасения вечности. И поэтому этот день мы должны принять особым образом. Мы должны в этот день постараться прийти ко Христу, по возможности прийти в храм, прийти во всей немощи нашей, но со всей открытостью, со всей тоской по Богу, со всем голодом, со всей жаждой нашей о том, чтобы пришел Господь, чтобы ожила душа наша, чтобы изменилась жизнь наша. И хотя бы сегодня, когда мы, может быть, и не пришли в храм, но когда в храме поется призывная молитва к Богу, «Приди и вселися вны», это было бы и для нас не очередная молитва о завершении всей нашей тоски по Богу, всей нашей любви к Богу, и чтобы немощь наша открылась ему, как душа может открыться любви и радости. И тогда, как бы мы ни были греховны и немощны, мы сможем воспринять вновь и по-новому меру благодати, которая нас делает более близкими Богу, тому Богу, который вошел во славу в плоти, изъязвленный нашим грехом». И невольно хочется воскликнуть, как дивен Бог наш, с какой благодарностью мы можем о нем думать. Мы так часто полуверки, мы живущие иногда так плохо, мы им любимы. Он в нас верит, он на все надеется, и все силой своей нам может дать. Если мы только дадим Богу право, власть над нами, простор действовать свободно. Но здесь хотелось заметить еще одно нечто важное. Ведь к этой славе предназначен не только человек, но и вся природа. В этот день в Ветхом Завете с сынами Израиля устраивались древесные кущи. А мы, христиане, в этот день приносим в храмы цветы, травное зеленья и ветви древесные. И вся природа через эти приношения становится причастной храму. Приобщается Пятидесятница. Вся тварь, по слову Апостола, ожидает откровения сынов человеческих, ждет преображения в новое небо и в новую землю, в мировой Пятидесятнице, которая грядет, грядет за гранью всеобщего воскресения. Вот поэтому этот день мы зовем еще и вторым богоявлением. Бог Отец, открывшийся в Сыне Своем, открывается и в Духе от Отца Исходящим и Сыном Послайла. И теперь в совершенстве открывается это Богоснисхождение. Господь сотворил мир, но и вселился в Него Отец с Сыном и Духом Святым. А поэтому будем хотя бы сейчас, в этот день, будем благоговейно и трепетно, чтобы благодать Духа Святого коснулась и нас. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok